уважаемый андрей андреевич помогите 7 день коронавируса слабые пониженные лейкоциты лимфоциты температура скачет 3736 врач назначил цинк витамин е восковую моль и аспирин врач молодец он делает все согласно лечебному протоколу и так первое что необходимо вам сделать вы должны пойти в аптеку и купить препарат гроб ринозин принять необходимо по одной таблетки на 10 килограммов вашего веса то есть если у вас там 100 килограмм вот вам соответственно нужно принять 10 таблеток сегодня это необходимо сделать и завтра также начать принимать врачу не говорите антибиотик аугментин с 1000 миллиграмм или 1 грамм утром и вечером по одной таблетки два раза в день препарата аугментин принимать 7 дней смотрите принимая препарата аугментин вы избавитесь от заболеваний пройдете его ровно заболевание не продлится больше десяти дней в случае если вот то назначение принимать которые назначил врач у вас будет заболевание длится от 14 дней и дольше непонятно с какими осложнениями именно поэтому не слушайте никого принимайте аугментин принимайте гроб ринозин гроб ринозин только два раза нужно принять сегодня и завтра также если есть возможность приобретите мой препарат лизам инстамакс инстамакс принимать по две таблетки пять раз в день лизам принимать по две таблетки рассасывая ну чем дольше тем лучше чем чаще тем лучше также есть препарат у меня грипп депо слышите грипп а ковид это грипп и антиангин по две таблетки три четыре раза в день андрей андреич как можно остановить старение разгладить сморчивания кожи и сухости и и после похудения и убрать стри во всем этом нам поможет коллаген теперь я начал выпускать коллаген он у нас не рыбный он у нас животного происхождения так как я считаю что такой коллаген животного происхождения он лучше нет средства которое является более имеет более выраженное геронтологическое действие чем обычный коллаген использование обычного или обыкновенного коллагена с совместно с препаратом цистин сотни раз увеличивает действия или воздействия коллагена используйте его совместно с препаратом с препаратом молодила одна таблетка или две таблетки молодила два раза в день и коллаген две таблетки три раза в день и цистин одна таблетка два раза в день на протяжении 1 2 месяцев увидите насколько улучшится состояние кожи далее вы знаете что наша кожа она очень реагирует на соленую воду вы наверное замечали что когда человек ездит куда-нибудь на море то обычно он приезжает и у него очень красивый вид то есть он загоревший у него очень красивая кожа молодеет он весь подтягивается нам ничего не мешает дома принимать ванны с морской солью берете один стакан морской соли особенно хорошо тем кто страдает аллергией заболеваниями кожи разводите в ванной теплой после чего погружаетесь можно добавить на эту соль одну две капли каких-нибудь ароматических масел там для красивого голоса не роли для лечения кожи шалфея для лечения женских заболеваний чебрец для красоты розового дерева или даже розы какой-нибудь там болгарской или дамасской какое масло купите если есть мужские заболевания то чайного дерева в случае если есть желание улучшить кожу можно добавить даже одну чайную ложку потом ванну мыть сложно чайную ложку натурального оливкового масла и вот в такой соленой воде необходимо побыть какое-то время от 10-15 минут после чего можно обмыться и выйти не забудьте после применения такой ванны выпить одну-две столовые ложки оливкового масла или же съесть одну-две столовые ложки сливочного масла либо уже что еще лучше витамина омега-3 вот рекомендую таким образом произойдет общее заметное такое тотальное красивое улучшение кожи с 3 тоже поисчезает будете удивлены целом моей дочери 25 лет аллопеция два года назад образовалась пятно полтора сантиметра на полтора вылечили но очень долго лечили аптечным средством в этом году опять образовалась но уже в другом месте головы выпадают волосы гипотиреоз скажите а чего она образуется как лечить и избежать появления новых пятен по моему мнению появление новых пятен как раз и образовывается как при заболеваниях сахарный диабет первого типа то есть то же самое чем лечится сахарный диабет первого типа необходимо давать человеку при заболеваниях аллопеция то есть начинать лечить так увеличение количества употребляемых жиров употребление витамина е употребление цистина или применение цистина далее применение препарата гликоцитрохромин убирание углеводов активных увеличение приема белков и жиров далее использование для самой головы спрея который называется спреем триха потенциале ум который разработан мной для роста волос великолепный спрей очень рекомендую использование препарата гепокс для улучшения общего рабочей работы печени по одной чайной ложке два раза в день по моему мнению аллопеция возникает еще и на фоне психозов или на фоне стрессовых каких-либо ситуаций или на фоне истощения нервной системы именно поэтому на ночь необходимо убрать телефон от кровати перед самым сном выпивать один стакан теплого молока и принимать возможно препарат поставит который успокоит но можно и аптечный препарат допустим великолепный препарат называется адаптол или можно применять допустим препарат там корень валерьяны дышать корнем валерьяна а также принимать вовнутрь экстракт корня валерьяны пищевая добавка которая широко представлена в медицинских в аптечных сетях конечно же и неак заболевания и депрессии это все связано с кортизолом кортизол вырабатывается корой надпочечников и всегда кортизол должен превращаться в гидрокортизол а также превращаться в ацетилхолин ление кортизола связано со стрессами то есть лучше если у человека стрессы то как необходимо организму реагировать на стрессы хочу вам сказать что есть стрессы которые имеют вид разрастающихся и есть человек который переживает стресс и после того когда он пережил стресс то уровень стресса не снижается растет то есть это как бы по накопительной системе действует на человека таким образом человек вместо того чтобы успокаиваться накручивает себя дополнительно из этого в дальнейшем появляются такие заболевания ожирение сахарный диабет первого и второго типа гипертоническое заболевание сердца которое вследствие всего в дальнейшем приводит к появлению там глаукомы заболеваний сосудов мозга к уменьшению иммунитета и так далее ну а как наш организм может справляться со стрессом я хочу вам сказать самый простой способ справляться со стрессом это дневной сон и употребление магния это самое один начинает болеть и его начинают лечить в условиях стационара то какой у него режим давайте я сразу же скажу человек должен соблюдать постельный режим почему человек должен соблюдать постельный режим потому что у нас рефлексы работают как бы и чтобы человек не делал в случае если он принимает горизонтальное положение то хочет он или не хочет рано или поздно он обязательно будет спать именно поэтому при любом заболевании человеку рекомендован постельный режим именно поэтому в случае если вы болеете вот заболеваниям няк заболеваниями депрессии у вас есть тревожные состояния какие-либо вам необходимо выключить телевизор в проветренном помещении вы должны лечь на протяжении дня и просто полежать закрытыми глазами или постараться уснуть но найти возможность спать дольше также я рекомендую просыпаться раньше и ложиться раньше потому что если просыпаться раньше 7 8 утра допустим и ложится там естественно до 10 часов вечера то у вас улучшится заметно психическое состояние если если же вы привыкли ложиться там после часа двух-трех то тогда старайтесь просыпаться утром не ранее 10 11 часов дня и улучшение но общего состояния растя андрей андрей скажите стоит ли мне делать прививку от ковид если у меня плеврит 20 лет тяжело дышать в легких жидкостях варикоз ног вы хотите наверно задать мне другой вопрос он звучит так андрей андреевич если какая-нибудь способность или возможность аннулировать действия прививки которые необходимо ведь всем уже становится понятным что все заявления наших властей и вся политика в общем-то мировая политика она требует незамедлительного подчинения и нас рано или поздно все равно заставят сделать прививку и тут нужно задать такой вопрос если какой-нибудь способ сделать так чтобы после введения прививки аннулировать действия данной прививки и он есть для этого нам поможет википедия и википедии мы можем прочитать нам необходимо ввести улья тара фиолетовые лучи ультрафиолетовые лучи и открываем ультрафиолетовые лучи и тара фиолетовые лучи 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 ладно сейчас не об этом ультрафиолетовое облучение она способна полностью нейтрализовать влияние любой прививки об этом можно найти информацию википедии то есть лучше если вам сделали укол и вы не хотели бы чтобы этот укол на вас действовал то вам необходимо сразу после того когда вы получите этот укол пойти солярий и позагорать таким образом действия тогда введенного у вас вещества будет полностью но где-то процентов на 6570 нейтрализовано это ваш выбор я считаю что я должен об этом сказать потому что забирать у человека возможность выбора я считаю никому не должно быть подвластным и никто не имеет права этого делать то есть если человек не хочет делать прививку хочет болеть это его индивидуальный персональный выбор потому что у нас есть свобода слова свобода выбора и свобода вероисповедания навязывания человеку того что он обязан что-то сделать фактически является нарушением конституционных прав тех стран в которых это навязывает таким образом не соблюдение конституции в этих странах приводит к пониманию того что сама сама власть она не соблюдает конституционная конституцию и не соблюдает конституционные права граждан но это в общем то не моё дело я человек маленький мне это все равно тем не менее в случае если вас вынуждают сделать то сделайте как я вам говорю случае если вам тяжело дышать и у вас плеврит легких жидкость в легких варикозное расширение вену на варикоз не повлияет а вот на плеврит ну вы знаете очень сложные процессы происходят и до конца непонятные процессы происходят после получения прививки я знаю десятки уже или сотни даже случаев когда человек бессимптомно принимает прививку и в общем то хорошо себя чувствует и первую и через две недели но есть и другие люди допустим есть люди которые после применения первой прививки у них появляется и высыпание и появляется высокая температура и недомогание и общее ощущение воспалительного процесса в организме и свой растет и так далее после применения 2 ну уже более мягкий такой процесс происходит но о чем это говорит это говорит о том что на каждого человека по-разному это влияет и сказать как-то так как влияет невозможно потому что нам говорят что все должны привиться данной прививки прививкой а какие есть противопоказания может ли это привести к осложнению какие лица не должны проходить прививания почему-то эта информация она либо скрывается либо очень сложно ее найти но и из-за этого и недопонимания но мой вам совет такой если вас заставляют сделать к вид прививку сделайте ее вам ничего не грозит в случае если вы сделаете то можете просто сходить в солярик вальтина бандарин а до сегодняшней встречи а галина мне 77 лет обращаюсь к вам с просьбой о помощи прошла узи брюшной полости и вот такое заключение диффузные изменения перенхими печени деформации застойная желчь полости пузыря желчного эко признаки хронического панкреатита щитовидная железа узловое образование правой доли с кальцинацией и правом легком у меня с детства кальцинированный участок есть киста обоих долей железы щитовидной пожалуйста что принимать и как и с препаратов т.ф. первое что необходимо сделать это перейти на диету с уменьшенным количеством употребления глюкозы то есть максимально снизить количество употребляемой глюкозы только на ночь второе для того чтобы убрать застои в желчном пузыре применяйте вот такой вот мягкий метод я его очень советую делает всем это растворяет камни размягчает камни в желчном пузыре но сразу же хочу сказать вам делайте это в мягкой форме вам для этого понадобится сок грейпфрута а также оливковое масло возьмите оливковое масло и сок грейпфрута смешайте напополам между собой принимайте по чайной ложке до 30 раз в день в разное время это размягчит камни в желчном пузыре уберет застой желчи и полностью выведет дальнейшем второй способ использования препарата ликолила по одной таблетки 6-9 раз в день 3 устранить камни желчном пузыре поможет использование моей горечи который называется горечи дуйко 1 чайная ложка на стакан воды выпивать такой стакан воды по чуть-чуть на протяжении дня убрать камни из почек у нас есть препарат называется ревелака принимать по одной таблетки 3-4 раза в день у ролис и монкулит уберет оксалатные и уратные новообразования по одной чайной ложке на стакан воды один раз в день также метикс поможет убрать оксалаты 1 чайная ложка на стакан воды можно не выпивать весь стакан тоже на протяжении дня народные способы берется кедровый орех ступки или в кофемолке перемалывается заливается холодной водой взбалтывается появляющийся молочко выпивается один два три стакана такого молочка как ни странно великолепно и очень так эффектно устраняют камни любого происхождения в из почек великолепный метод такой также по моему мнению сок разведенный сок лимона или лайма одна столовая ложка на стакан воды горячий может помочь избавиться от камней в мочевом пузыре в почках вообще очень нравится мне сока лим лимона соколечение то есть берется сок лимона и человек начинает его принимать обычно принимают его с горячей или очень такой теплой водой обычно одна столовая ложка на один стакан воды принимается один два три или даже четыре раза что можно этим устранить убирается камни в мочевом пузыре камни в желчном пузыре камни в почках камни в представительной железе и так далее великолепный метод такой вообще очень много есть таких вот методов есть еще допустим метод такой берется скорлупа из инкубатора покупается скорлупа яичная скорлупа от выла вылупившихся птенцов после чего делается из этого всего порошок и растворяется в винном уксусе а еще лучше в вине винном уксусе растворяет эту скорлупу а потом добавляет вино из исходя одна столовая ложка такого раствора на один стакан вина кислого натурального и принимает человек в день по одной столовой ложке 456 раз это растворяет камни в почках устраняет камни в желчном пузыре народный способ всем пусть на рад наталья андреевского здравствуйте уважаемый андрей андреевич у сына с марта заложенность носа где-то внутри закладывает то одну то другую и даже при усиленных физических нагрузках полностью не раз лаживает весной пробовали лангин начал сильно зудить нос и эмбрио плюс калин ведь летом от аллергии пил галит кальций сорбин пожалуйста помогите как избавиться от этого и дышать свободно очень часто это является следствием сосудистой дистонии то есть в момент того когда у человека появляется тестостерон или выделяется кортизон или человек испытывает состояние стресса это все может влиять на то что у него происходит сужение сосудов она более такое вегета сосудистая и в момент сужения сосудов у человека часто появляется заложенность носа и естественно что необходимо делать более всего такая заложенность носа может проходить происходить как раз вот в осенне-весенний период для того чтобы этого не было или для того чтобы избежать я рекомендую использовать препарат чай дитар x принимать его необходимо заваривать его необходимо 3-4 раза в день также уникальное такое есть средство которое помогает при заложенности носа это тампон из соды берется столовая ложка соды заливается холодной водой после чего ставится тампон в левую ноздрю в правую питье соды утром натощак за один час перед приемом пищи рекомендую выпивать один стакан воды предварительно в которой разведена 1 чайная ложка соды принимать необходимо 30-40 дней это улучшит состояние как это все работает дело в том что щелочь которая попадает желудок особенно на тощак выпито позволяет позволяет каталазе создать условия при которой при которых выбрасывается соляная кислота и в этом случае происходит формирование такого режима при котором аллергия оккупируется очень часто аллергия является следствие сниженной кислотности желудка или аллергией может являться еще и повышение кислотности если посмотреть на человека в вечернее время когда он лег спать и спит очень часто люди издают определенные звуки храп или отрыжка вот в случае если человек имеет отрыжку в ночное время это говорит о том что он болеет гастроэнтериальной рефлюксной болезнью эзофагии там таким образом такого человека необходимо лечить самый простой способ это использование чаем и компании железняк 1 чайная ложка на стакан воды принимать на протяжении двух-трех месяцев также из рациона питания убрать следующие продукты острая горькая жареная убрать лимон убрать очень такие ярко выраженные специи на протяжении дня употреблять пищу более 3-4 раз в небольших количествах и делать это на протяжении хотя бы двух-трех месяцев тогда эффект будет удовлетворительным улучшится общее состояние тянущие боли в левом подреберье не очень сильные даже легкие но длительное время 3-4 месяца чем убрать из т.ф. это недомогание если у вас боль подреберье из смещено к задней части вашего тела то есть на по направлению к позвоночнику к спине это говорит о том что у вас есть отек селезенки и у вас болит селезенка обычно селезенка болит вот в этом месте там она находится если у вас тянущие боли сдвинутые в центр живота то это болит скорее всего поджелудочная железа но как правило это скорее всего 12-перстная кишка она тоже находится вот в этом месте она может болеть но если подреберье все-таки прямо подреберье то это скорее всего связано селезенка обычно она ноет не очень активно но достаточно стабильно и постоянно поможет препарат сплен лав это может быть связано с активной агрегации тромбоцитов то есть это у вас видимо есть тромбоз и или инфильтрация селезенки происходит чем-либо то есть это может быть увеличение глюкозы в крови это может быть перенесено вирусное заболевание ну в общем-то осложнения какие-либо на фоне каких-либо применения вернее на фоне перенесенного какого-либо заболевания аллергия инфекционное заболевание тогда а кстати по поводу глиобластомы хотелось бы сказать что глиобластома и любое лечение любое лечение герпеса на сегодняшний день считается что самое лучшее ли одно из самых лучших средств для лечения при лечении герпеса оказывают препараты и дальше улыбка препараты созданные из железняка есть такая трава называется железняк я ее принимаю при лить я ее вернее назначаю при лик при лечении неспецифического язвенного каито гастроду аденито и так далее вот я рекомендую вам при лечении глиобластомы использовать еще и чай с вот этой травой железняк такой чай можно приобрести у нас на сайте адуйко точка ком мы его продаем кстати хотелось бы спеть дифирамбы этому чаю использование данного чая очень эффективно снижает кислотность устраняет неприятный запах из ротовой полости уменьшает лимфоузлы хорошо себя зарекомендовал при допустим запоре при активной и постоянной диареи при заболеваниях желчекаменной болезни при заболеваниях молчекаменной болезни при ожирении при худобе при сахарном диабете 1 2 типа одним словом от всего знаете великолепное растение великолепное действие при не специфическом язвенном колите при заболеваниях язва двенадцатиперстной кишки при гастроду адените очень при ложном крупе очень рекомендую использовать данные данный препарат так что если болит у вас если болит в левом подреберье принимайте сплен лав принимайте препарат для легких д милон по 2 таблетки три раза в день а также геммуртан и василенко подскажите пожалуйста как убрать из глаз когда видишь черные ниточки и точки черные ниточки и точечки являются симптомами макула дистрофии которая формирует заболевание которое называется глаукома данное заболевание обычно обусловлено высоким давлением в сосудах глазного яблока или самой сетчатки это является гипертензией я уже говорил об этом хочу еще раз повторить в целом лечение вот таких точек сродни лечение самой глаукомы но прежде всего конечно же я бы хотел посоветовать вот вам все же обратиться к врачу офтальмологу для постановки точного диагноза и для устранения гипотетического заболевания случае если это у вас развивающиеся какое-то сложное заболевание то есть смысл обратить на это внимание так как такие вот внешние даже не очень раздражающие симптомы могут быть признаками уже серьезные проблемы на которую все же следовало бы обратить внимание ну и еще раз хотелось бы вам сказать дело в том что снизить глазное давление снизить артериальное давление понизить внутричерепное давление поможет нам знание физиологии или физиологических процессов у нас существует нервный узел которые находятся за сонными артериями находится он у нас вот в этом месте в этом месте и обычное любое воздействие на данный сонный узел на данный нервный узел снижает давление человека в случае если у вас глухота высокая высокая внутричерепное давление высокое давление в глазном в яблоке или в макуле вам поможет снизить это давление как в общем то и общая гипер общую гипертензию сердечную поможет снизить просто обычное похлопывание вот в эту область с одной стороны с другой стороны также любое воздействие на эту область это вибрационное воздействие которое происходит за счет вот такого похлопывания или прикладывания холодного или теплого чего-либо компресса допустим местно или натирание там каким-либо какой-либо мазью охлаждающий или разогревающий тоже формирует воздействие на нервную ткань что по идее снижает давление поэтому когда у вас будет повышаться давление вам необходимо смазать лоб допустим вьетнамской звездочкой и вот это место за ушами вдоль целой шеи так вы на длительный период снизите артериальное давление улучшите состояние сетчатки и в общем то вам будет лучше по поводу аллергии я рекомендую использовать мои препараты оли аллерга норм по две таблетки три раза в день препарат галит по одной таблетки два раза в день и и препарат можно каолин по одной чайной ложке на стакан воды один раз в день также можно закапывать закапывать каплями которые называются глаукаминовые себе год каждый вечер хочется пить бутылочку пива что не хватает организму мою просто уже страшно вдруг стану алкоголичкой не дай бог в пиве больше всего находится хмеля который успокаивает нервную деятельность и в нем находится калий собственно который если рассматривать полезные микроэлементы или компоненты которые находятся в пиве это калий который является вазодолотатором то есть случае с человека высокое давление он выпивает пиво то происходит процесс расширения сосудов то есть происходит процесс расслабления ну и второе происходит процесс попадания хмеля в организм или экстракта хмеля что приводит к общему состоянию спокойствия как можно достичь такого же состояния калий находится в препарате манкулит одна чайная ложка на стакан воды а препарат с высоким содержанием хмеля серантал таким образом две таблетки серантала и один стакан холодной воды с одной чайной ложкой манкулита это то же самое что одна один литр пиво соответственно но при этом на второй день нет отеков человеку неплохо он себя хорошо чувствует по поводу пиво хотелось бы несколько слов сказать об опасности светлых сортов пива потому что скоро начинается октоберфест как известно это время когда очень много людей добровольно травятся и заражаются непонятными заболеваниями они конечно понятны но они такие которые вслух не произнесешь стыдные именно поэтому хотелось бы сказать что отдавайте предпочтение темным сортам пива я считаю что есть гуманные и человеческие сорта пива которые могут помочь человеку быть здоровым и даже улучшить иммунитет и психическое состояние человек на первое место я бы поставил все-таки пиво гиннес черного цвета во первых углекислый газ в этом пиве заменен на азот который необходим для сердечной деятельности и общей мышечной деятельности второе в этом пиве не присутствует консервантов и фактически это черное пиво она с высоким содержанием калия поэтому небольшое количество один стакан такого пива на ночь с успехом выведет все камни и песок из ваших почек уже к обеду или к вечеру следующего дня вот такое пиво она достаточно гуманная я насколько знаю в некоторых странах его назначают даже при заболеваниях сердечной деятельности и при заболеваниях нервной деятельности и там почечной недостаточности ну наверно нет все-таки пиво при почках лучше нет не пить и но при определенных заболеваний мы им там иммуном дефиците вот назначают взрослым небольшой стаканчик такого пива даже даже в условиях стационара это голландия по моему там если человек каждый день пьет бутылочку пива это говорит о том что он не может сам по себе сбросить состояние стресса случае если это делает женщина в этом страшного ничего нет случае если мужчина страшно есть почему высокое содержание хмеля и высокое содержание консервантов которые обычно заложено в этом пиве может подавлять выделение тестостерона а тестостерон необходим мужчине потому что это гормон его либидо то есть у человека должно быть постоянно желание чем-то заниматься желание или влечение должно этого человека быть именно поэтому это снижает в дальнейшем формирует появление женских гормонов прогестерона и это может привести к изменению формы тела мужчины в сторону женского типа что я часто наблюдают ко мне женщина одна и обратилась энфизема легких и накапливается жидкость в легких она не может откашлять не может ничего с этим сделать и так далее и ее лечат безуспешно никакие не упражнения не препараты не имеют должного должного наверно влияния на нее я и посоветовал применять свое время мне посоветовали у меня такая же проблема была посоветовали для убирания жидкости в легких использовать горошек черного перца как его не необходимо использовать необходимо взять горошек черного перца и столочь его в ступке так чтобы он был свежий и применять его буквально на кончике ножа ложить себе в ротовую полость рассасывать и проглатывать смешивая со слюной делать это необходимо два три четыре пять раз на протяжении дня очень хороший метод который уменьшает кислотность желудочно-кишечного тракта уменьшает глюкозу в крови уменьшает наличие жира подкожного уменьшает инсулин при сахарном диабете второго типа в крови и великолепный метод который помогает за ним тем лучше убрать камни из желчного пузыря просто потрясающий такой метод депрессия обычно формируется у нас в животе как бы странно это не звучало формирование кортизола происходит у нас в животе или желудочно-кишечном тракте и как правило в этом участке печень что необходимо цель депрессии первое количество употребления жирной пищи раз уменьшить употребление сладкой пищи алкоголя 23 обязательно как можно больше спать то есть на протяжении дня досыпать 1-2 часа ложиться раньше спать 4 после чего обязательно массаж ступни массажируйте каким-либо твердым предметом ступни также лежите или ходите с глубокое дыхание животом так чтобы живот растягивался уменьшался это увеличит количество молочной кислоты увеличите количество употребления жидкости подкисленной дело в том что очень часто депрессия является следствием повышающегося давления внутричерепного внутри глазного какие продукты питания способствуют увеличению давления какие продукты питания способствуют уменьшению давления сладкие продукты питания повышают давление у человека кислые продукты питания уменьшают в случае если у вас поднялось давление и нет препаратов и нет и его снизить существует очень простой метод это метод такой депрессор к давлению сейчас покажу как делать и второе начать пить кислую воду то есть берете пол лимона выдавливайте в стакан холодной воды и делаете как я вас научу отгибаете ухо и вот так вот сзади уха ладонью как я показываю похлопывайте так чтобы было не больно от 30 до 60 раз одну минуту с одной стороны нежно не так чтобы не больно было чтобы не было сотрясения узел депрессорный нерва аорты сонной артерии когда мы его стимулируем а именно здесь он находится то происходит снижение давления когда вы так постучали с одной стороны после чего постучали с другой стороны от одной ухо и постучали с другой стороны после этого или после чего необходимо стоя не торопясь выпить один стакан кислой водички в случае если нет лимона можно лимонную кислоту добавить в этом ничего страшного нет и медленно выпить после чего через 7-10 минут снижается давление и вы это можете использовать как альтернативную возможность улучшения соды на ночь и сегодня говорил об этом случае если человек принимает соду на ночь что как это работает сода на ночь приводит к тому что кислотность желудочно-кишечного тракта на ночь уменьшается вся особенность нашей жизни она заключается вот в чем когда мы утром просыпаемся и начинаем включать свое пищеварение то должны знать что пищеварение до этого момента была как бы отключена то есть она конечно же функционировала но в общем-то дремала в большинстве своем и в тот момент когда человек просыпается утром он должен запустить пищеварение когда человек запускает пищеварение у него начинает включаться повышается кислотность крови если бы кислотность крови не повышалась то у нас бы не существовало понятие метаболизма и тогда бы мы не смогли усваивать ту пищу которую мы употребляем именно поэтому когда человек просыпается утром усилить метаболизм что по-другому приведет человека к выздоровлению фактически или практически от всех заболеваний человек должен принять горячую ванну после чего или горячий душ после чего по моему мнению самое полезное это выпить либо сок лимона в небольшом количестве либо даже уксус при этом это можно сделать после еды а не натощак когда вы его выпьете не имеет значения можно во время еды там когда вам захочется извинять также на протяжении дня в случае если вы занимаетесь случае если вы пьете уксус знаете вам необходимы сорбенты пищевые сорбенты самые простые это гречка это пшенная каша это каша овсяная которую необходимо кушать обязательно там четыре часа дня неподсоленная жирненькая это необходимо делать она сработает как сорбент в случае если вы пьете уксус и ночью перед самым сном вам необходимо немножечко защелачивать свой организм вы можете принять холодный душ после чего выпить 1 чайная ложка соды на 1 стакан воды и спокойно лечь спать таким образом уйдет храп утром у вас будет мощнейший мочегонный эффект то есть утром у вас исчезнут отеки вы запустите почки потому что почки перестают работать в случае если у человека организм очень закислен а он закисляется в случае если мы едим сладкую пищу а я забыл сказать это при учете что вы на протяжении дня минимально принимаете сладкую пищу минимально ограничиваете себя в употреблении активных или быстрых углеводов древич болят ноги подскажите как очень быстро убрать боль в суставах и тогда существует некое такое упражнение это упражнение которое называется маятник каким образом необходимо это делать допустим у человека болит сустав там кистевой или сустав локтевой или сустав тазобедренный необходимо допустим необходимо положить так руку чтобы она свободно свисала и необходимо с добротой и очень мягко начать очень очень мягко и очень гладко так поднимать и опускать свою кисть или сгибайте очень мягко разгибать локоть или очень мягко шевелить суставом при бурсите плите убирать вернее перемещать свою ногу так чтобы здесь очень важное слово такое с любовью и добротой это дает возможности вырабатывать коллаген в суставе и в дальнейшем действительности очень быстро убирает вот такие болезненные ощущения андрей андреевич интересно ваше отношение к препаратам из гриба чага чага является ядовитым веществом именно поэтому в традиционной медицине не особо жалуется данный препарат тем не менее насколько я знаю есть исследования которые говорят о том что при возникновении начальных опухолей груди при возникновении узловой пани есть препарат он называется dia в нем находит 3 он называется metix не diametix которые я рекомендую использовать при возникновении опухолей груди мастопатии я его рекомендую использовать как раз в начальных стадиях мастопатии там находится экстракт как раз грибы чага хорошо отношусь мне нравится гриб чага его действия на человека здравствуйте уважаемый андрей андреевич прошу посоветовать методы лечения няк и так первое что необходимо сделать при няк начните утром кушать овсяную кашу делайте это натощак второе обязательно используйте семена льна или шрот семян льна используйте шрот семян льна 1 столовая ложка порошка сделанного из семян льна разведите в одном стакане кипятка после чего когда это остынет съедайте один стакан три раза в день также начните принимать чай или кофе которая продается в моей компании который называется цампа и используйте препарат здоровый желудок эмбрио плюс и гастроморм и золотой желудок и так золотой желудок плюс эти препараты принимайте используйте порошок льна заваривая его можно купить моей компании используйте нужно использовать еще и калин тоже одна чайная ложка на стакан воды один раз в день таким образом вы сможете существенно улучшить состояние жкт в случае если это не помогает только всему добавить необходимо препарат антитокс одна чайная ложка на стакан воды желательно утром перед началом приема пищи на протяжении 1 месяца принимая только семена льна вот таким образом съедая три стакана заваренных семян льна можно избавиться от данного заболевания это потрясающе я хочу вам сказать что используя только овсяную кашу по утрам то есть если кушать овсяную кашу с самого утра можно с изюмом можно с орехами если каждый день с утра начинать кушать овсяную кашу то на протяжении одного месяца несколько килограмм минус если на протяжении дня пить подкисленную воду и кушать овсяную кашу с утра то я вам гарантирую в любом случае если вы не принимаете алкоголь улучшение общего вашего состояния здоровья во много раз при этом с пассивным похудением это от меня вот такая очень мягкая диета там вы сейчас у меня спрашиваете андрей андреевич каким образом лечить позвоночник нужно ли что-то делать для позвоночника и так далее вот есть мазь моя компания эта мазь называется вертебрализовая кто ее использовал пусть сейчас напишет данная мазь вертебрализ уникальна тем что она действительно устраняет заболевания грыжа шморля там всевозможные заболевания связанные с позвоночником их там огромное количество тем не менее можете мне не верить я прошу вас даже не верьте просто покупайте и проверяйте на себе если использовать мазь вертебрализ совместно с препаратом вертебрализ у человека исчезают заболевания позвоночника навсегда почему я так утверждаю сам я использовал и мазь вертебрализ и препарат вертебрализ что позволило мне после перелома позвоночника со временем вот сейчас заниматься спортом то есть я сейчас могу заниматься спортом свободно там поднимаю тяжести делаю кардио тренировки бегу и так далее что раньше для меня было недоступным недоступная роскошь я даже не плавал под острая боль позвоночнике у меня была на протяжении многих многих лет принимая вертебрализ несколько месяцев используя мазь вертебрализовую я могу сказать что позвоночник полностью восстановился теперь эластичность его восстановилась ощущение позвоночнике великолепное вот этих ощущений что нельзя холодное наступить или там нельзя в машине с открытой форточкой ехать вечная стихандрузы это полностью исчезла сейчас великолепно уточнить еще раз горячая ванна утром перед сном приемом раствора соды горячая ванна утром она закисляет холодная ванна вечером она щелачивает но случае если вы допустим ощелачиваете себя на ночь вы должны знать что почкам это даст освобождение и радость но пища которую вы на ночь большом количестве съедите она забродит потому что она не сможет с применением щелочи пища начинает бродить потому что не выделяется соляная кислота ли нейтрализуется соляная кислота именно поэтому вечерний прием пищи если вы пьете на ночь соду для запуска путь для запуска почек необходимо пропускать именно поэтому после четырех вечера уже до самого сна не ешьте ничего пейте только водичку перед самым сном выпивайте одну чайную ложку соды на стакан воды таким образом вы разгрузите поджелудочную железу почки будете себя лучше чувствовать если нет такой возможности то на ночь принимайте 3-4 таблетки панкресор препарата или антитокс 1 чайная ложка сергей лялько здрасте андрей андрич моя жена уже 10 лет болеет заболеванием позвоночника не лечилась и 40 лет нет сил терпеть боль вот сделали их томографию шейного спондилез диффузная левосторонняя грыжа еще все с головой плохо помутнение в голове жжение кожи бегают мурашки делали томографию но все я вам уже сказал что принимать пусть принимает ема гликоцитрохромин рутин смазывает позвоночник вертебралисом и пьет таблетки вертебралис вертебралисом смазывайте до 5-6 раз лучше если очень сильные боли купите габана она тут же боль уберет вас позвоночнике мгновенно за один раз но не вылечит позвоночник это противовоспалительная а лечит позвоночника мазь вертебралис и так далее смотрим анализы торч тест ft а тп вот это то что вот этот анализ дан говорит о том что у него аутоиммунный тиреодит и здесь без помощи эндокринолога к сожалению обойтись нельзя будет вам необходимо обратиться к эндокринологу и эндокринолог вам назначит курс препаратов для щитовидной железы скорее всего это будет элтероксин или какой-либо другой гормональный препарат не стоит этого бояться из моих препаратов принимайте инстамакс тератозин по две таблетки четыре раза в день далее добрый день уважаемый андрей андреевич да появляется большое количество липом а также родинок по всему телу это говорит о том что у вас есть проблемы которые связаны с гастритом или пищеварительным трактом то есть необходимо лечить это препаратами снижающий уровень кислотности жкт это чай железняк принимайте чай железняк по одной столовой ложке на один стакан кипятка два раза в день на протяжении одного-двух месяца принимайте препараты для поджелудочной железы панкресорб и по две таблетки три раза в день на протяжении одного месяца спустя один месяц вот такие липомы появляться не будут также липомы являются следствием эндогенного высокого холестерина который по моему мнению возникает как правило на фоне того что человек перемерзает и на фоне того что у человека постоянные стрессы поэтому я очень рекомендую применять или использовать горечь и дуйко амарум горечь и дуйко по одной чайной ложке на стакан воды и препарат гипакс по одной чайной ложке на стакан воды действуя на увеличение оттока желчи можно существенно уменьшить и прекратить рост жировиков и прекратить формирование в дальнейшем липом очень помогает парные случае если вы будете париться то обязательно парьтесь на голодный желудок или натощак обязательно бейте по липомом и по жировикам веником и данный веник в конце необходимо сжечь это такой народный способ он действительно очень помогает я не знаю наверно медицинского подтверждения нет никакого тем не менее неоднократно я это советовал это очень но реками сегодня я хочу похвастаться наверно я очень долго хотел сделать ту мазь которую сейчас я буду представлять как она работает это находка это самое лучшее что когда-либо создавал вот прям честное слово это самое лучшее что когда-либо создавал для лечения боли где-либо у человека смотрите случае если у человека артрит только наносишь на место боли исчезает боль мгновенно тут же при этом помогает при псориазе при зуде помогает при фурункулах помогает при артрите заболеваниях позвоночника заболевания шейного отдела и шаоса головной боли где бы что не болела достаточно нанести эту мазь особенно боли в суглобах вызванные вот все равно чем то есть это боли вызванные неврологическими заболеваниями боли вызванные там я не знаю ущемлениями артритами простудными заболеваниями там простудили застудили миозиты и так далее бурситы это все помогает человеку на протяжении уже первой минуты после намазывания это чудо я его использую и у меня уже есть поклонники этого чуда потому что как бы по отзывам женщины вот у меня есть ряд женщин и по отзывам они вот где-то так говорят что раньше им помогал бальзам золотой золотой бальзам дуйко очень хорошо это помогало но боль все равно потом возвращалась и так далее применение же этой мази которая называется габана применение этой мази помогает человеку избавиться не просто от боли а убрать дальнейшем и само заболевание я могу сказать что в моей компании есть ряд мазей которые я считаю уникальными данный рецепт очень-очень старинный данному рецепту уже больше чем полторы тысячи лет данный рецепт хранился в тайне в очень знаменитой семье людей которые находились в чехии свое время человеку который лечил этой мазью людей этому человеку у него этот состав выкупил очень знаменитый князь который заплатил за этот состав 400 крепостных душ то есть подарил лекарю или целителю дальше не знаю что делал целитель с этими крепостными душами об этом история умалчивает тем не менее очень долго в этой семье хранился состав вот данной мази я могу сказать что она очень уникальна она имеет приятный можжевеловый вкус естественно весь состав здесь описан не может быть потому что самый главный ингредиент здесь не указан я это делаю специально для того чтобы повторить эту мазь не было никакой возможности имеет цвет она желтенький очень хорошо она впитывается убирает кожные высыпания заболевания там царя с экземом плечо болит локоть болит и так далее убирает абсолютно все это потрясающе работает мгновенно запах имеет можжевел можжевеловый и камфорного спирта эффект этой мази в случае если быстрый практически мгновенный в случае если вальгус в случае если стихандроз в случае если ишаз или там какие-либо заболевания крупных суглобов помогает практически мгновенно тут же как только наносите намазали дочитали до 10 и после чего тут же не болит при этом вот такой анестезирующий эффект связано еще и с эффектом лечения рецепт уникальный вообще уникальный раньше я его использовал данный рецепт но крем или мазь которая получалась она была неоднородной в ней попадались кусочки там какие-то моменты такие с которыми справиться было невозможно именно поэтому я ее ранее не выпускал но со временем научился делать вот так заменив один ингредиент и сейчас очень нравится лора кравчук на позапрошлом вебинаре вы делились опытом как вы смогли по стране решила следовать вашим советам и за две недели сбросила 5 килограмм не останавливаюсь и хочу сказать за прекрасный личный пример и действующие методы спасибо оксана лисина от какой даты семинар оксана лисина и отвечает лора кравчук наберите в youtube о преобразовании почему помолодел и похудел дуйко кстати рекомендую посмотреть это видео там я объясняю почему я похудел и помолодел вообще один из моих способов быстрых как можно похудеть это применение специальной диеты какая-то диета хочу вам сказать она всегда вызывает у всех моих знакомых улыбку тем не менее кто в нее начинает верить тот потом удивляется почему она действительно помогает и так она очень простая это диета человеку необходимо на протяжении дня обязательно есть кашу из двух-трех из двух-трех каш то есть рисово-гречневая пшонная пшона манная гречневая ну и так далее ну или если очень не нравится мне лично не нравится не могу есть каши смешанные там из трех каш я люблю кашу из двух мне больше всего подходит рисово-гречневая то есть я стараюсь каждый день хотя бы одну столовую ложку есть рисово-гречневой каши также прошу чтобы делала жена суп вниз риса гречневые там или пшона рисовый или гречнево-пшенный или гречневогороховый или еще какой-либо то есть обязательно две каши но каши лучше особенно вкусно это ячнево-пшенная каша она очень вкусно есть ее легко она сытная такая также если вы едите такую кашу или такой суп то обязательно на протяжении дня съедайте какие-либо потрошки с курей то есть это должна быть либо пить печень либо сердечки либо и печень и сердечки либо желудочки то есть это обязательное условие если вы прямо сегодня а еще я полностью перестал есть пищу которая имеет сладкий вкус вот я ее не им то есть я каждый день съедаю небольшое количество потрошков каждый день съедаю вот такую кашку двойную но и обязательно не ем даже ягод абрикос никаких слив персиков вообще никаких конфет и всего остального почему я прекрасно себя чувствую если жизнь так устроена что мне придется разменивать допустим свою молодость на сладкое то я хочу сказать что я размениваю хочу быть молодым но не есть сладкое знаете от чего то можно отказаться чтобы чувствовать себя легко уже один год я не ем сладкой пищи и могу сказать что за это время уж уж ушло ряд таких прям невероятных заболеваний улучшилось состояние зубов вен сосудов ногтей там после травмы и после травмы ноги и ожога ноги у меня был тяжелое поражение я тяжелый ожог ноги и была травма ноги перелом пальцев ног и там были проблемы с сосудами и на фоне отмены приемов глюкозы все неприятные состояния ощущения которые у меня проявлялись на протяжении моей жизни которые мне мешали комфортно себя чувствовать полностью исчезли я могу сказать что это потрясающая возможность и похудеть и лучше себя чувствовать и так далее также могу сказать что ничего не могу сказать я принимаю глюка норм нашей компании ольга щербакова мы с дочкой заболели вирусом и слушаем шум и тренажеры шум от вируса 7 с воскресенья удален очень жаль почему я могу ответить вам на сегодняшний день еще несколько месяцев назад мои каналы в youtube которые назывались канал ситхи саунд канал школа кайлас канал андрей дуйко канал андрей дуйко официальный канал эти каналы были полностью заблокированы официальный канал андрей дуйко был заблокирован по непонятным причинам только путем переговоров долгих его полностью нам вернули но дело в том что меня категорически предупреждают и блокирует случае если я выкладываю свои шумы написали даже посты в очень знаменитых мировых журналах на разных языках причем box на разных языках там на 7 или на 8 языках где написали что никакие шумы от коронавируса не помогают при этом после того когда сделали эту публикацию любое упоминание на моих каналах слова сейчас в гугле если ввести дуйко то вы не увидите нигде упоминания моего канала моего сайта не увидите упоминания моего сайта дуйко точка ком дуйко точка гуру почему этому миру не хочется чтобы нашелся тот человек который будет помогать дело в том что они проверили и поняли что данные шумы действительно на сто процентов устраняют вирус они устраняют болезни они устраняют заболевания именно поэтому они начали меня блокировать если я продолжу заниматься выпуском этих шумов и их популяризацией то скорее всего от меня моего канала и моих сайтов ничего не останется а я бы не хотел чтобы это происходило именно поэтому сейчас google не индексирует по слову дуйко не индексирует по слову тибетская формула не индексирует меня в ю тубе почему они боятся они боятся что люди смогут прикоснуться к настоящей магии и люди смогут избавляться от заболеваний используемая система все шумы при этом они выложены в моей социальной сети в потоке точка ком я буду продолжать выкладывать данные шумы своей социальной сети в потоке точка ком пользуйтесь переходите и они будут вами вашими навсегда не хочет youtube вчера выложили семинар который назывался на рекомендации по лечению после к вида моих мои рекомендации после к видный период после чего тут же было вынесено предупреждение моему каналу школа кайлас в ю тубе и это предупреждение полностью удалили они это видео почему просто просто я там рассказывал о том какие есть мои рекомендации в ходе помощи человеку после того когда он переболел данным заболевания если они боятся то я могу сказать что это сто процентов работает и это и есть подтверждение того что это работа андрей андрей здрасте ученик помогите пожалуйста советом у меня катастрофическая проблема со сном проходил у вас марафон после него сам сон стал лучше потом я прошел марафон и сон ухудшился что я делаю не так как мне можно вернуть здоровый сон и так первое что необходимо знать в случае если у человека есть нарушение сна есть два типа заболеваний которые приводят который имеет одну и ту же первопричину это остеохондрозы и неврозы и одно и другое в общем-то связано с тем что у человека очень большие физические нагрузки эмоциональные нагрузки психические нагрузки это все приводит к тому что у человека появляется как невроз так и остеохондроз которые в дальнейшем могут привести к тому что человек наруши происходит нарушение сна и так что необходимо делать и какие мои советы как избавиться от нарушений сна в том числе от тестах остеохондроза это когда шум в ушах когда болит шея или поясница или грудной отдел позвоночника я рекомендую людям которые страдают остеохондрозом и которые страдают неврозом и бессонницей и так первое начать в течение дня 45 раз принимать холодный душ делать 45 очень глубоких вдохов живот втягивая и выпячивая живот делать так 45 глубоких вдохов останавливаться ощущать тепло которое появилось внутри вашего тела за для чего это делается это происходит стимуляция и выбрасывания желчи которая разогревает организм после чего необходимо под холодным душем полностью обмыться восстановление сна происходит убирание остеохондроза или боли под лопаткой в шейном отделе в грудном отделе в поясничном устраняется за два-три раза обычно случае если есть нарушение сна вот таких купаний под душем необходимо они должны быть недолгими 10-30 секунд одна минута такие купания должны быть 5-6 раз на протяжении дня это улучшает общее состояние перед сном очень хорошо если вы перед тем как выполнить вот такие процессы купания под холодным душем я рекомендую принимать аскорбиновую кислоту по 250 миллиграмм 3-4 раза в день можно принимать препарат адаптол медицинский можно принимать наши капли которые называются капли дремин 30-40 капель на столовую ложку воды принимать за час до сна после чего прямо перед самым сном также ни в коем случае не смотреть перед сном в телефон убирать телефон и ноутбук как можно дальше от себя перед сном не менее 20-30 минут находиться на свежем воздухе при этом на свежем воздухе не сидеть в телефоне а выполнять глубокие вдохи и выдохи тем самым устраните плохое засыпание также проблема плохого засыпания может быть связано с развивающимся психическими заболеваниями если вы не сможете засыпать есть снотворное который называется ливона 1с она зарекомендовала себя очень рекомендую медицинский препарат из моих препаратов дремин также случае если засыпание все равно не происходит если сон не появляется есть два варианта первый вариант обратиться все же врачу-психиатру пусть поставит диагноз в случае если это заболевание психиатрическое то можно пролечить его допустим путем введения сираквели или квитерона на протяжении суток в невысокой дозировке перед самым сном это улучшит процесс засыпания высыпания и так далее ну пусть этим занимается скорее всего психиатр от меня хочу сказать что по моему мнению в большинстве своем введение одной аскорбиновой кислоты улучшает состояние случае если не получается то необходимо ввести аскорбиновую кислоту магний дальше витамин b6 и йод содержащий продукт таким образом случае если вы плохо спите вам необходимо принимать аскорбиновую кислоту йод магний и витамин b6 здрасте по ночам не имеют руки особенно беспокоит они менее пальцев правой руки во время работы я работаю стоматологом и приходится прерывать работу для разминки руки также есть хруст в суставах хруст в суставах это всегда закрытие желчевыводящего пути или желчевыводящего протока для того чтобы не важно если патология извитость желчевыводящих путь желчевыводящего пути или есть проблемы с самим желчным пузырем я рекомендую принимать препарат лунглин или калила принимайте его по одной таблетке три раза в день утром натощак съедайте маленький такой 3 на 3 миллиметра 3 на 3 сантиметра наверное 1 на 1 сантиметр натощак кусочек свежего свиного сала если вам позволяет ваша вера запивайте его водой это будет лечением вашего желчного пузыря таким образом через час только начинайте есть ни в коем случае утром не ешьте никакой глюкозы тем самым уберете вот такие проблемы хруста второе видимо скорее всего это связано с какими-то процессами декомпенсации сосудов может быть окклюзия сосудов на фоне может быть сжатия межпозвонкового пространства на фоне возможности хондроза или возможно протрузии дисков или возможно даже грыжи шморля или возможно листоза там ли чего-либо еще слава богу заболеваний которые могут быть достаточно много но мы можем не выявлять данные заболевания а постараться их предотвратить и убрать каким образом на первое место я хотел бы вам поставить мое мнение препарате вертебрализовая мазь это уникальная мазь которая разработана мной в которой находится до 80 процентов действующего вещества папаин который изготавливается путем сухой экстракции вещества папаин тем самым происходит воздействие на мышечную ткань и на хрящевую ткань позвоночника да собственно и на саму сам мозговой отдел позвоночника именно поэтому папаин является тем веществом который восстанавливает все это и просто обычное смазывание мази вертебрализ помогает буквально за несколько дней избавиться от вот таких проблем случае если же там есть еще и боль использовать совместно с препаратом габана естественно и третий вариант для того чтобы все таки у вас не было в дальнейшем тромботизации сосудов и на фоне весны и лета у вас не происходило закупоривания сосудов которые в дальнейшем может привести там к самым сложнейшим проблемам которые могут возникать я рекомендую использовать препарат гвардин а также препарат рутин одной таблетки дважды или легкая хода легка хода каким образом можно снизить вообще гипертариальное давление можно ли каким-либо образом нестандартным помочь себе и от чего вообще гипертония возникает я считаю что есть три основных момента которые приводят человека к тому что у него появляется гипертоническое заболевание первое это психическая усталость вызванная большим количеством стрессов второе это ожирение или гормональное ожирение и третье это отсутствие отдыха все три компонента от сахарный диабет я забыл еще об этом сказать или по-другому инсулино-резистентность я забыл об этом сказать итак давайте еще раз ожирение вызвано инсулино-резистентностью или сахарным диабетом второго типа второе это стрессовые состояния и невозможность восстановить центральную нервную деятельность и третье это отсутствие сна чем можно атеросклероз чем можно это все полечить на первое место я бы все же поставил прием магний содержащих продуктов или или бадов то есть наши компании это магнум c300 магний b6 на второе место обязательно необходимо ставить успокаивающий препарат мой успокаивающий препарат это препарат серантал принимать по три таблетки или принимать по две таблетки до четырех раз в день в случае если препараты медицинские снижают у человека артериальное давление то вы должны знать они наверняка его у вас не вылечат а вот вылечить поможет первое успокоительный препарат второе препарат снижающий глюкозу и ожирение и третий препарат это препарат который увеличивает количество и качество сна давайте сегодня скажу об этих препаратах первый препарат серантал второй препарат это гликоцитрохромин который влияет на снижение глюкозы в крови или глюконорм второй препарат это яма который убирает тромботизацию сосудов и третий препарат который необходимо перед сном принимать это препарат который называется у нас капли сон мил правильно да по моему дал снотворные капли которые сделаны мной в моей компании случае если это принимать и случае если носить ниточку на правой руке пить грейпфрутовый чай то вы в дальнейшем и сбросите лишний вес и улучшить общее самочувствие и наконец-то справитесь гипертоническим заболеванием сердца как а дремин дремин называется капли от слова дремать а из d2 фракция при онкологии как пить человеку я советую пить человеку следующим образом берете шприц не открывая бутылку с асд набирайте в шприц 5 миллиграммовый асд после чего берете стакан воды желательно кипяченый остывший берете в эту воду и иголку опускайте в воду и делайте небольшое количество а именно первый день 1 капли на стакан воды второй день 2 капли на стакан воды так до 20 капель и после чего в обратную сторону по окончании это произойдет за 41 день необходимо сделать однонедельный перерыв и вновь продолжить употреблять вот такое при этом нужно полностью убрать потребление глюкозы полностью полностью постараться убрать употребление калий содержащих продуктов которые входят и мед в том числе дело в том что калий содержащие продукты это абрикосы это помидоры это глюкоза это ну не глюкоза извините оговорился это мед пчелиный они стимулируют к появлению опухоли в организме именно поэтому но зато помогают почкам выводить токсины тем не менее хотел бы сказать что отношение мое во время заболевания онкологии онкологии я считаю что в это время нужно максимально ограничить человека от употребления калий составляющих препаратов или продуктов питания андрей андрей что посоветуете для очищения головы мозга ушей и так далее очищение чего ну хорошо первое очищение можно очищение можно проводить соленой водой можно взять соленую воду рапой еще лучше физраствор и проводить очищение и ушей и носа глотки соленой водой это уберет стафилококк который очень часто находится как раз у нас в том месте где находятся у нас эти органы и именно он в хронической форме в дальнейшем и приводит к тому что мы начинаем глохнуть слепнуть и перестаем ощущать запахи второе есть препарат называется ангин норм и лангин я очень рекомендую использовать препарат ангин норм по одной таблетке 3 раза в день он улучшит состояние носоглотки и горло уберет стафилококк и лангин это пробиотик он восстановит слизистую оболочку и носоглотки и горло очень рекомендую при гайморите при хроническом танзелите при хронических заболеваний горла и так далее также для ушей я советую народный способ ставить на ночь маленький кусочек натурального сливочного масла можно в нос ставить а можно и в ухо закрывая тампоном в один день в одно ухо в другой день другой при этом очень хорошо использовать препарат который называется у нас отофит по две таблетки три раза в день он справится с шумом в ушах а также поможет человеку улучшить состояние и глаз и носоглотки и уши для глаз препарат сейчас я посмотрю как у нас капли эти называются же не для глаз не помнишь для глаз капли нет для глаз фитокулис фитокулис это препарат для глаз можно использовать катарфита и фитокулис это препараты для глаз победителей виктория сейчас я объясню зайды возле уголка рта и на них не что похоже у ребенка 7 лет чем убрать звездочка подходит нет звездочка не уберет а вот случай если давать ребенку по одной капли йода на одну ложку молока а также смазывать йодом один раз вот смотрите 10 капель йода на полстакана воды возьмите эту воду и смазывайте этой водой ребенку уголки губ также пусть принимает по 1 столовая ложка молока и одна капля йода перед самым сном буквально 10 дней и вот таких проблем зайдами не будет у ребенка храп там кто-то спрашивал храп вылечить несложно на ночь необходимо выпивать 1 чайная ложка соды на 1 стакан холодной воды не не нужно ее никак гасить выпиваете перед сном делайте это каждый день на протяжении хотя бы одного месяца после чего храп исчезает на много-много лет очень рекомендую очень проверенный способ пожалуйста дальше можно ли еще каким-либо образом помочь человеку используя йод и от чего может или чему может помочь йод существует ряд точек которые куда можно наносить йод для того чтобы у человека улучшился иммунитет исчезла гипертоническое заболевание сердце улучшилось выделение прогестерона у женщина у мужчин тестостерона и так какие это места и так можно поставить сеточку внешние стороны бедер таким образом у человека также на ягодицы таким образом у человека исчезает заболевание гипертоническое заболевание сердце в случае если это делает ежедневно то такие заболевания как атеросклероз артериосклероз нижних конечностей перестает человека мучить человек заметно лучше начинает себя чувствовать внутреннюю часть бедер у женщин уменьшается количество эстрадиола увеличивается количество прогестерона что как известно может привести женщину к тому что она может худеть как известно переизбыток эстрадиола у женщин приводит женщину гормональному сбою что обычно обусловлено тем что женщина начинает поправляться или увеличивает избыточный вес обычно эстрадиол у женщины выделяется в момент соития или в момент возбуждения вместе со смазкой извиняюсь за подробности в случае если этого не происходит то эстрадиол окапливается и в дальнейшем приводит к гормональному сбою что может привести к увеличению веса для того чтобы избежать этого необходимо внутреннюю часть бедер периодически можно через день ставить вот такие ватном ватным тампончиком можно ставить сеточку на внутреннюю часть бедер эта сеточка должна покрывать должна быть размером не больше 8 6 на 6 сантиметров внешняя сторона бедер и ягодицы помогут избавиться от атеросклероза и заболеваний сердца а вот случае если у человека есть заболевания поджелудочной железы то на область воротниковой зоны и седьмого шейного позвонка случае если на центр груди ставить такую сеточку большую как как была такая игра крестики нолики вот так и сеточку рисует три палочки здесь три палочки так и получается такую сеточку ставим на ночь случае если делать так то исчезают заболевания и помогает вылечиться от заболеваний которые связаны с легочной системой также освобождает работу почек в общем-то екатерина казинец кружится голова и тошнит скажите пожалуйста что это может быть весной обычно его человека обычное явление когда кружится голова как правило это связано вот с чем наши приоритеты питания очень часто изменяются весеннее время как ни странно человеку хочется кушать соленую пищу но дело в том что употребление соленой пищи холодные месяцы и в теплые месяцы она по-разному воспринимается нашим организмом к сожалению таким образом случае если человек принимает соленую пищу там соленую рыбу соленую капусту соленья это может улучшить общее состояние человека у которого есть заболевания аллергия и очень часто наша ли наш организм он прям требует употребления солений или соленой пищи как раз во времена весны когда начинаются первые пати первое потепление именно поэтому у человека изменяются предпочтения в продуктах питания он начинает принимать соленую пищу но не стоит забывать соленая пища помимо того что она удерживает жидкость в организме имеет еще и побочный эффект чрезвычайно и очень мощно увеличивать кислотность желудочно-кишечного тракта а конкретно желудка случае если у человека увеличивается кислотность желудка у него тут же начинает расти артериальное давление случае если у вас головокружение то первое что можно посоветовать исключить по возможности соленую пищу из рациона питания в общем как и сладкую и когда у вас появляется головокружение первое что вам необходимо сделать выпить и одну чайную ложку соды на стакан воды случае если не дальнейшем вот такая диета может помочь вам избавиться от таких головокружение увидели как я похудел наверное увидели как помолодел во всем этом есть связь эта связь связана с тем что я начал ограничивать употребление углеводов это началось в тот день когда я провел семинар который назывался инсулинорезистентность во время этого семинара я сказал что сегодняшнего дня я тотально убираю из своего рациона углеводы с момента этого семинара который проходил в апреле прошло апрель-май-юнь-июль август прошло четыре с половиной пять месяцев какие результаты со 110 килограммов на 98 далее какие препараты начал принимать я начал принимать препараты тутус осинкуты две таблетки три раза в день жить и дан две таблетки три раза в день цистин одна таблетка три раза в день далее я принимаю бирол по 30 капель на ложку воды два раза в день также я принимаю коллаген восстанавливающий по две таблетки три раза в день эффект утром просыпается никаких болей отеки исчезли вес снизился постоянно ощущение будто ты отдохнувший утром встаешь отдохнувший вечером ложишься отдохнувшим длительность было сна улучшилась увеличилась нервное состояние улучшилось появилось какое-то состояние терпимости ровности теплости такого радушия радости и так далее таким образом могу сказать что данный курс могут использовать все люди у которых есть желание привести себя очень быстро к состоянию омоложения и вот вы можете использовать мой курс сам для себя я использовал дополнительно еще препарат который называется метформин медицинские принимал его одну таблетку и два раза в день перед завтраком и перед ужином на протяжении двух месяцев то есть этот месяц и прошлый это тоже послужило улучшение общего самочувствия снижения снижение подкожного жира и так далее занимаюсь ли я спортом в небольшом количестве да то есть это не особые нагрузки это езда на велосипеде плавание в пруду и ну просто ходьба по вечерам то есть это не агрессивные упражнения с утра до ночи это очень мягкая форма не более одного часа обычно это кардио упражнения фактически без какого-то насилия случае если устаю отдыхаю если хочу пить пью случае если хочу сидеть сижу ну и вот где-то так это все выглядит с вами был андрей дуйко если вам понравился данный вебинар поставьте обязательно лайк поставьте свой комментарий задайте свои вопросы у меня в группе я постараюсь после окончания данного вебинара на остальные вопросы социм боленко ого какое письмо я писала несколько раз вебинарной комнате из-за себя из-за сына пока попала после вашего поле вашего зрения поэтому решила написать еще раз и так ревматоидный артрит на гормонах 11 лет сейчас метипред 4 миллиграмм поле артрит поле артроз сильный остеопороз далее давайте начнем с ревматоидного артрита по моему мнению ревматоидный артрит это заболевание инфекционное заболевание стафилококом с образованием колоний стафилокока которые находятся как правило либо в носоглотке либо второй вариант в слепой кишке именно поэтому я считаю что в ходе лечения поле артрита исключительно с использованием гормонального препарата метипред он же преднизолон он же гидрокортизон он же медрол является не совсем не совсем наверно даже может быть корректным конечно же улучшая общая иммунный ответ вашего организма тем не менее само заболевание вылечить практически невозможно и тут же стоит такой вопрос или появляется вопрос андрей андреевич ну а каким же способом можно попробовать устранить данное заболевание и так данное заболевание по моему методу по моему мнению необходимо устранять несколькими путями первый путь это улучшение иммунитета второе это устранение стафилококка в крови третье конечно же стафилококк в крови может быть виден в исследованиях крови это как допустим исследования исследования осло или наличие стафилококка в крови есть такие исследования то есть можно назначить препараты допустим антибиотики для того чтобы справились но опять таки хотелось бы сказать что в случае если у человека есть случае если у человека образовались колонии стафилококка и где-то находится постоянное возникновение этой инфекции или появление ее то это может привести к тому что бесполезным будет принимать препараты то есть это может стафилококк может находиться в гландах он может находиться в слепой кишке и как правило применение антибиотиков не может достигнуть локального воздействия на данный на данный центр и для этого необходимо мои использовать мои рекомендации так первое полоскание горла необходимо полоскать горло раствором можно фурацеллина также можно полоскать город горло раствором препарата лизоцим или лизам и а лизоцимовый спрей есть у нас и лизоцим есть жидкий использовать необходимо так пол чайной ложки лизоцима на полстакана воды полоскать вот таким веществом носоглотку и горло также орошать носоглотку веществом который называется спрей эмбрионазин 2 3 4 раза в день второе необходимо взять четверть чайной ложки перекиси вода водорода можно и даже не четверть чайной ложки а одну вторую четверти чайной ложки перекиси водорода но можно и четверть чайной ложки перекиси водорода на один стакан воды и взять микро спринцовку такую 60 грамм и делать микро спринцевание ректально 2-3 раза в день выполнять это необходимо 10 дневным периодом таким образом устранение стафилококка и слепой кишки произойдет с использованием перекиси водорода в тот момент как использование вот этого лизама лизоцима или фурцелина может помочь избавиться от стафилококка в носоглотке следующее устранение стафилококка в крови необходимо принимать препарат гемартан компании тибетская формула принимать необходимо следующим образом 6 таблеток на ночь первый день и по две таблетки начиная со второго дня три раза в день на протяжении 30 дней далее препарат который называется инстамакс это препарат который устраняет иммунный дефицит вырабатывает антитилак стафилококку принимать необходимо по две таблетки три раза в день и препарат артридикс принимать по две таблетки три раза в день также использовать мазь которую я рекомендую использовать при артритах и артрозах это мазь габана смазывая места поражения два-три раза в день я считаю что используя все эти рекомендации на протяжении одного-полутора месяцев можно избавиться от данного заболевания также хотелось бы сегодня несколько слов сказать о изготовлении своего собственного если можно так сказать рецепта вакцины можно ли создать вакцину самостоятельно да конечно можно вот скорее всего человек который болеет полиартритом или красной волчанкой или болеет каким-либо аутоиммунным заболеванием у этого человека есть или сам вирус вызывает появление данного заболевания какой-либо из вирусов и лечение данного вируса может состоять в том что мы можем устранять токсины обучая наш иммунитет вырабатывать антитела или вырабатывать должный иммунный ответ для устранения токсинов или увеличение формирования фагоцитовую или увеличение формирования лейкоцитарных клеток типа b и иммунных b клеток мы можем таким образом это воздействовать на это если мы начнем использовать свою собственную вакцину в тот момент когда человек заболевает каким-либо заболеванием большинство вирусов или большинство микробов они находятся в носоглотке именно поэтому и к вид вирус именно поэтому большинство вирусов их можно определить по мазку носоглотки пцр исследованиям и конечно же из этого следует вывод что если мы каким-либо образом возьмем те микробы которые находятся в нашей нашем горле в ротовой полости и создадим из них вакцину то ослабив клетки данных микробов и приняв их с пищей мы можем фактически приручить или выработать нашим ему не выработать или воздействовать на наш иммунитет таким образом чтобы он научился или обучился правильно реагировать на данные вирусы каким образом я рекомендую создавать свою собственную вакцину необходимо здоровы вы или плохо себя чувствуете попробуйте испытать данный метод изготовления персональной вакцины с использованием следующего вещества вам необходим стакан молока возьмите один стакан теплого молока желательно чтобы оно было не перекипяченным и желательно чтобы она была настоящим то есть молоко которое продается в пакете категорически не подходит вам необходимо молоко не стерилизованное вам необходимо молоко из-под коровы взяв такое молоко обязательно чтобы оно было теплое подогреть его до температуры 35-40 градусов просто плюньте в это молоко и поставьте его так чтобы на него падал солнечный свет на протяжении 7-8 часов это молоко должно забродить в тот момент когда молоко забродит то вирусы или микробы которые находятся в данном молоке будут ослаблены под воздействием молочнокислых бактерий тем самым сам вирус будет подавлен и будет иметь форму ослабленного вируса после чего выпейте этот стакан уже приготовленного кефира или йогурта вот таким образом и делайте это на протяжении через день на протяжении ну хотя бы 30 дней какой будет эффект первое эффект омоложения второе перестают воспаляться узлы щитовидной железы поджелудочной железы грудных желез исчезают хронические заболевания гайморит заболевания танзелит улучшается иммунитет такие есть заболевания допустим как там экзема или сыпь на коже они к радости тоже могут подвергаться лечению с использованием вот такой уникально вот такого уникального метода изготовления своей собственной вакцины и это от меня вам вот такой вот совет все-таки продолжим спрашивает марина дроздова здравствуйте уважаемый андрей андреевич моей дочери 26 лет очень снижен иммунитет прокололи пропис разные вирусы в организме и так далее для поднятия иммунитета смотрите существует как бы две таких существует некий синдром который называется синдромом синдромом усталости или хронической усталости считается что синдромом хронической усталости на сегодняшний день болеет до 80 процентов населения а вы знаете что существует естественные препараты или естественные вещества которые могут убрать синдром постоянной хронической усталости там где есть усталость нет иммунитета там появляется усталость именно поэтому в особый класс таких веществ особый класс таких веществ которые могут улучшить состояние человека оксидную фосфолипид акси оксидацию фосфолипидов улучшить метаболизм улучшить общее самочувствие помогут вещества которые называются окта протекторы данные вещества есть моей компании это радиола роза розовая и гинкобилоба это препарат бирол принимайте препарат бирол вот для вашей дочери для улучшения иммунитета принимайте препарат бирол по допустим 30 капель на ложку воды 45 раз в день заметно улучшится настроение заметно улучшится силы появится сила иммунитет тепло в организме второй препарат это конечно же препарат муми и препарат муми и является одним из самых уникальных веществ которые могут помочь человеку улучшить иммунитет принимайте данный препарат по две таблетки по одной таблетки три раза в день принимайте два-три месяца и это гарантия того что на протяжении года она никогда не заболеет вирусным заболеванием третий препарат в случае если это хроническое заболевание это заболевание связано с истощением нервной системы необходимо принимать препарат дает пусть принимает дает по две таблетки три раза в день ну можно было бы посоветовать еще инстамакс или иммуногрант и один и другой препарат очень эффективен при лечении заболеваний иммунного дефицита также есть сейчас такие продукты питания которые широко используются для лечения при лечении иммунного дефицита ну вот смотрите сейчас есть ягоды которые имеют цвет синий и черный ягоды имеющие цвет синий и черный это ягоды которые очень эффективно устраняют иммунный дефицит черника смородина черная это голубика сейчас это популярная ягода то есть ягоды имеющие синий цвет случай если каждый день после приема утренней пищи допустим вареного яйца яичницы после этого через 20-30 минут съедать 50-100 граммов черники или 50-100 граммов при этом съедать лучше разжевывая чем выпивать в виде мусса или в виде взбитого коктейля выпивать ну не выпивать а съедать 50-100 граммов черники улучшается зрение улучшается иммунитет исчезает ощущение остывания появляется ощущение будто все время тепло нагревается тело улучшается память исчезает хронический синдром усталости случай если черная смородина является протектором который может устранять появление опухолей особенно мозговых опухолей особенно папиллом липом новообразований является уникальным веществом который может полечить заболевания аутоиммунного спектра допустим такие как системная склеродермия улучшит состояние и так далее 21 21 год была стабильной 2 поменьше все в левой доле гормоны практически всегда были в норме чуть повышен узлы следствия инсулина инсулин вы должны знать инсулин для нас для человеческого организма это сумасшедший яд именно поэтому когда инсулин накапливается у нас жировом просто жировой прослойки это энергия эта энергия она взрывает железы то есть железы начинают работать и не знают что делать 100 энергия которая в них появляется и они создают узлы они создают узлы в щитовидной железе в грудных железах в яичниках у мужчин предстательной железе и так далее единственный способ это не есть ник ничего сладкого ограничивать поступление углеводов и борьба с инсулином в ходе приема препарата метформин из наших препаратов я рекомендую жир стресс рекомендую препарат гликоцитрохромин рекомендую препарат глюко норм почки двусторонний пилонефрит следствие сахарного диабета еще сердце сосудов и кальцинаты сахарный диабет 2 типа порекомендовать наиболее эффективные препараты ваш наиболее эффективный препарат это метформин здрасте андрей андрей скажите если такой аптечный препарат который без вреда уберет глистов взрослых и детей такой препарат есть альбикам называется я посмотрю сейчас правильно альбикам да есть препарат альбикам альбикам или альбикан сейчас препарат препарат что есть альбиком все-таки неправильно альбикан правильно называется неправильно все таки сказал альбикан почитаем сейчас что-то я не то говорю неправильно это я спутал альбикам у нас в украине есть такой препарат да но он действующее вещество в данном препарате альбиндазол и необходимо искать действующее вещество альбиндазол вот альбиндазолом можно лечить из препаратов нашей компании хочу посоветовать препарат который называется популин одна чайная ложка на стакан воды два-три раза в день особенно если вы болели когда-либо с коридами то у вас в дальнейшем обязательно будут появляться легочные заболевания именно поэтому убрать вот эти цистулы глистов которые находятся ли постоянно находятся в легких можно с помощью препарата популин принимая одну чайную ложку популина на стакан воды три раза в день можно избавиться от паразитов которые могут находиться в печени от паразитов которые могут находиться и в мозге и в легких очень улучшает самочувствие человека вы обратите внимание в дальнейшем на то что внезапно для себя откроете что вы перестали болеть легочными заболеваниями вирусными легочными заболеваниями улучшается общий иммунитет препарат такой сладенький на вкус желтенького цвета дальше препарат гельминфит в котором находятся все виды наших лекарственных растений которые могут избавить человека от глистной инвазии ну и третий препарат это горечи дуйку амарум принимая по чайной ложке горечей там находятся все виды полыньи находятся вещества горячавка исландский мох и так далее окопник данные дальше почки черного тополя все эти препараты вернее все эти экстракты из которых создана это горечь могут помочь человеку эффективно избавиться от избыточного веса избавиться от заболеваний желчевыводящих путей растворить камни в желчном пузыре избавиться от глистов избавиться от улучшить иммунитет уменьшить количество проблем которые связаны там с гастрорефлюкса матрышкой заболеваниями поджелудочной железы одним словом абсолютно каждому человеку я рекомендую использовать вот этот препарат сироп дуйку который называется амарум горечи или горечи дуйку